Я приглашаю следующего докладчика Тулупов, к сожалению, не знаю, у меня есть, извините, Борисович. Пожалуйста, доклад о писании простейших фотовядерных реакций с частично-двеличной диспансионной технической магии. В этом частично-двеличной диспансионной технической магии. Основанного на теории конечных сферных систем полного микроскопического подхода для описания простейших фотоядерных реакций. Под простейшими фотоядерными реакциями имеются в виду процессы, связанные с полным поглощением фотонов и одночастичные прямые и обратные, в основном, нейтронные реакции. Почему нейтронные? Это связано с тем, что область исследуемых энергий включает не только область широко, хорошо изученного гигантского дипольного резонанса, но также и область изовекторного плодорупольного резонанса, который в фотоядерных реакциях практически не наблюдаем. Его полное сечение составляет несколько процентов от область сечения фотопоглощения в области гигантского дипольного резонанса, и хотя изовекторный плодорупольный резонанс находится на высоком хвосте гигантского дипольного резонанса, он практически не заметен. Я покажу дальше несколько фигур, и вы увидите, что вклад его исключительно мал. И те исследования, которые были направлены на изучение возбуждения изовекторного плодорупольного резонанса в фотоядерных реакциях, они были связаны в первую очередь с исследованием реакции с нейтронами, поскольку в случае нейтронов их взаимодействие с квадропольным полем практически равно нулю, и поэтому все эффекты, которые проявляются в реакции, они связаны с возбуждением именно изовекторного плодорупольного резонанса. А в случае, там помимо мбутырованного поля есть прямое поле, и поэтому, так сказать, разделить эффекты, которые связаны с возбуждением изовекторного плодорупольного резонанса, не очень легко. Ну вот здесь, так сказать, изложено краткое описание полумикроскопического подсода. Но почему он полумикроскопический, а то простой причинивший часть эффектов, что рассчитывается на микроскопической основе, а часть эффектов, которые, скорее всего, принципиально невозможно вычислить на микроскопической основе, это вот то, что связано с так называемым фигментационным эффектом или связью входных частичных дырочных состояний с многочастичными состояниями, она не может быть рассчитана микроскопически. Поэтому она рассчитывается, так сказать, на нейрологически, и, соответственно, на полумикроскопическую теорию. Так, ну здесь вот представлены схематические основные уравнения, которые, это и скаляр минус из объекта, и вот входящее в это уравнение, это оставшиеся взаимодействия, оставшиеся частичные дырочные взаимодействия, а это так называемая функция отклика. Ну вот здесь вот представлены варианты для используемых нами остаточных частичных дырочных взаимодействий. Параметр гигантского резонанса, эта величина тоже более удобна, поскольку, значит, если уменьшается R, то увеличивается частота колебаний, и, соответственно, К-штрих может быть взято меньше, чем ранее использованная величина, порядка 0,4. Вот это одно нововведение. А второе нововведение, оно связано с использованием нового представления для частично дырочной функции Грина. Ну, Михаил Георгиевич на первом заседании очень подробно об этом рассказывал, поэтому я приведу только вот основные соотношения. Значит, и для эффективного поля, действующего на анукронов внутри ядра, используются модернизированные представления основного уравнения теории коммерчо-ферменной системы для эффективного поля. Вместо обычной функции, двухчастичной функции Грина используется локальный предел двухчастичной функции Грина, которая удовлетворяет вот такому уравнению. А здесь вот эта вот величина, она, как говорил Рафаил Михаил Георгиевич, описывает взаимодействие двухчастичных прилинных К-штрих-1 и К-штрих-2, которые связаны с интенсивностью частично-бырочных. Результаты расчета с новым параметром К-штрих-1 для сечения поглощения в свинце 208. Ну, здесь, как мы видим, вот уже есть хорошие согласия между экспериментальными данными по интегральным сечениям поглощения, значит, вот экспериментальные вот здесь и теоретически рассчитанные здесь. Ну, вот можно считать, что они практически согласуются. Правда, вот появляется такая особенность, это расширение гигантского резонанса на вершине. В общем-то, не мы первые эту особенность получили. Вот в первой работе Родина Урина тоже получился расщепленный гигантский резонанс, и, как вы знаете, за счетом других авторов, основанных на использовании с фирма, у них тоже такое расщепление появляется. Но является ли оно реальным эффектом, которого, собственно, эксперимент не наблюдает? Экспериментальные данные сильно различаются по высоте вот этого пика, но никаких экспериментальных данных расщеплений нет. Вот с чем это может быть связано? Оказывается, что частично это связано с использованием скоростных взаимодействий. Вот тут представлены расчеты, выполненные, это практически чистый АПА, я говорю практически чистый, потому что очень маленькая длинная добавка была сюда подведена для того, чтобы избавиться от совсем слабых, маленьких, узких резонансов. И вот видно, что при включении взаимодействия часть силы из области более низких энергий существенно перекачивается в область высоких энергий. Здесь расчеты выполнены с К1 равно 0, а здесь с К1 равно 16. и видно, почему собственно появляется пик, причем если ввести полностью фрагментационный причин, удояющий фрагментационный эффект, то видно, что здесь уже никакого расщепления нет, есть так небольшая особенность в той области, где находится отщепленный максимум. Ну, в настоящий момент трудно сказать, с чем все-таки связано расщепление, то ли это результат введения скоростных сил, то ли это свойство потенциала, потому что в одной из предыдущих работ, выполненных с такими же силами, которые, скажем, использовали мы, там нет расщепления, но там опять нет правильного соотношения между вычисленным и экспериментальным интегралом. Там опять имеется существенное превышение вычисленных результатов над экспериментальным. Ну, помимо этого ядра были рассчитаны еще два ядра церии и термии. Ну, здесь описание и такое хорошее особенно для церии, причем видно, что вот эта вот добавка, связанная с учетом сезонфонного взаимодействия, видно, что она практически не может объяснить, почему так как в этой области энергии так сильно отличаются вычисленные результаты экспериментальных. сезонфонного взаимодействия, понимая, входа на мировой на осмотров все чтобы созвониться сезонфонного и это это так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...